Казалось бы, чем еще можно удивить первопрестольную? Казалось бы, чем еще можно удивить первопрестольную? Это Дмитрий Кононович с супругой Надеждой Семеновной, ведущие артисты, писатели и видные деятели культуры. Московская земля встретила нас теплой, дождливой погодой. Зима нынче здесь запоздала. Могущество России будет прирастать Сибирью, сказал Михаил Ломоносов. Могущество Сибири, да и любой другой страны, определяется прежде всего образованностью и культурой народа. А первым, кто проложил путь в нашем Отечестве, был Михаил Васильевич Ломоносов. Мы свою судьбу Якутия соединила с Россией. И Россия стала сильной благодаря тому, что она соединила силы народов, многонациональной своей страны. А народы России, множество народов России, сильны благодаря тому, что они свою судьбу соединили с русским народом. И вот поэтому, значит, сегодня мы пришли сюда поклониться России, его лучшим сыном. И нашу, так сказать, и сохраняем память России, самое высокое свое чувство. И работникам культуры, работникам литературы и искусства совершенно, так сказать, закономерно сегодня прибывшим в Москву поклониться Михаилу Васильевичу Ломоносову. В этот день, после почтения памятника Великого Светилы, был деловой визит в Министерство культуры Российской Федерации, где нас принял замминистра Вячеслав Брагин. Бесценна ваша работа по сбору, изучению и публикации якутского национального фольклора. Все то, что Россия и мир знают о Якутии, ее трудной и сладной истории, красоте ее земли, ее искусстве, ее фольклоре и сказках, связано с вашим именем. И вы никогда не устаете придумывать все новые и новые проекты, которые нужны людям, особенно молодежи. Вы не только патриарх, вы нравственный камертон своего народа. И благодаря вам сегодня так мощно звучит голос Республики Саха на просторах нашей великой страны. Примите слова безграничного уважения, пожелания здоровья, сил, творчества и счастья. Министр культуры Российской Федерации Евгений Сидоров. Со своей стороны мы вручаем вам вот эту памятную медаль Министерства культуры. Она вручается самым достойным представителям отечественной культуры. Примите, пожалуйста, эту медаль. И вот в подарок также, значит, книгу, которая называется «Резные иконостасы. Деревянная скульптура русского севера». Я думаю, что вам приятно будет полистать эту книгу. Спасибо вам большое. Я привез вам привет, накопленный в течение 90 лет, 90 зим главным образом. И проверенный по искренности большой привет от россиянина и россиян, расположенных, живущих где-то на севере, вам, русским товарищам, представителям России. АПЛОДИСМЕНТЫ Это особая особенность якутской земли, якутского народа, как представителей северного древнего арктического народа. Потому что Арктика, оказывается, накладывает на человека другую психологию, другую философию. Это мы еще не раскрыли. И это, по данным ученых, которые исследовали, может иметь интерес и для всего человечества, будущего человечества. Потому что человеческие отношения в Арктике, в Субарктике складывались, так сказать, по-доброму, по-хорошему, по-такому, как дети относятся между собой друг к другу. В социальном смысле, в смысле природы, Якутия, Север имеет особенность. И это надо делать. Делать особым музеем. И такой музей может быть такой музей. История, естественная история. Это значит природа, природное богатство, природа показывается. И в то же время жизнь людей тоже рядом. Не отдельный исторический музей, или музей природы, естественной природы, зоологии и так далее. А все, так сказать, в одним потоком. Но я должен сказать, что теперь мы на вашу республику будем вообще смотреть через впечатление, которое вы произвели на всех нас. Спасибо. Спасибо. Мы порой не задумываемся над тем, как мы обогатились, что мы обрели, приобщившись и постигнув в языке оригинала величайший феномен в мире – русскую литературу. Я думаю, что сейчас состояние литературы как-то выкристаллизовалось, что ли. Отлетела шелуха. Ушел такой графоман чистый. А остались только те, кто с болью, кто с сердцем, кто с убежденностью работает в литературе. Я не хочу сказать, что этого раньше не было. Может, и не в меньшей степени было. И, скажем, сегодняшнее наше событие, когда мы встречаем легендарного человека, легендарного писателя, Сурона Малона, который вообще какой-то внутренний образец, я думаю, для литераторов всех поколений, всех национальностей. И, может быть, людей, которые разных, так сказать, уровней и разные профессиональные подготовки. Я думаю, что это большой литературный праздник. Но я думаю, что это и праздник общественный. Я думаю, что это праздник духа. Я думаю, что это праздник культуры нашей. И встреча здесь у нас – это показатель того, что литература жива, литература утверждает себя в своих лучших проявлениях. И литература никогда не погибнет. Ну, потому что если погибнет слово, то погибает человек. Дмитрий Кононович, 1934 года, член своего записателей. А встреча с братьями по перу – это воистину трогательное событие. У нас проходит сегодня чествование. И мы встречаемся с радостью, со… Я не очень хотел бы даже это слово употреблять. Но так, судя по годам, то, наверное, со старейшим. Но самое главное – с самым молодым, самым вдохновенным, самым возвышенным писателем, который живет на дальней от Москвы, но близкой к себе в земле Саха-Якутии, человеком-легендой, человеком самого высокого человеческого качества, человеком талантливым, человеком умным, человеком страстным. Я не знаю, какие еще эти эпитеты, наверное, прозвучат, но все мы с вами давайте поприветствуем здесь сегодня у нас в связи с 20-летием, в связи с тем, что творческий путь этого человека многие-многие годы проходит в наше и в другое время. Народного писателя Республики Саха-Якутия, Героя социалистического труда, лауреата премии имени Алексея Кулаковского и Платона Аюнского, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, Суверона Амалона. Каждый народ гордится именами своих сыновей, составляющих честь и совесть данной нации. Мы называем нашего глубоко уважаемого Дмитрия Коныча Сивцева, Сорона Амалона, человеком, ставшим при жизни легендой. Многокранный, ярко, подобно алмазному кристаллу его творчеству. Его многие произведения стали хрестоматийными. Творчество Сорона Амалона способствовало формированию высоких нравственных качеств целых поколений народа Саха. Дмитрий Конович по достоинству заслужил глубокое уважение и искреннюю признательность родного народа всех якутян. Я верю, что юбилей нашей старичны это праздник всей многокранциональной российской литературы. Удивительно, удивительно в Якутии человек, который живет 90 лет. Наверное, не удивительно в Якутии, не так уж малые долгожители на этой земле, а были долгожители и побольше. Но удивительно то, что человек, который сохранил творческую способность, творческий талант, человеческий талант, просто физические таланты, физические силы, человек этот прожил, можно сказать, не одну жизнь. Мне всегда казалось, что Господь призывает к себе в молодые годы самых лучших, самых лучших, которые, видимо, требуются ему для какой-то службы. И он же Господь вторую половину самых лучших оставляет на долгие-долгие годы среди людей, чтобы они показывали, как надо служить людям, как надо служить своей родине. И вы прожили еще жизнь, когда создали два замечательных музея. В одном из них мы в прошлом году были, имели возможность наблюдать. И когда мы удивлялись тому, сколько же у вас еще энергии, да нет, это просто не ваша энергия. Это та энергия, которую вы отдавали вот этой земле, отдавали этому делу, и которая возвращается к вам. То есть это ваше и не ваше. Эта земля дает вам эти силы, народ дает вам эти силы. Вот и все, вокруг чего вы живете, возвращает вам эти силы, чтобы вы продолжали это дело, продолжали так, как вы делали это и раньше. Я кланяюсь вам, кланяюсь по праву земляка, и кланяюсь по праву писателя, кланяюсь по праву человека, который тоже пытается что-то делать. Но понимаете, мне вот через несколько месяцев будет 60 лет, я уже чувствую, думаю, все, это уже старик, дремучий старик. Но когда поглядишь на вас, вот поглядишь, как вы двигаетесь, что вы делаете, ну так это ведь, вас бы надо возить просто и показывать. Вот побольше по России возить и показывать. И для тех, кто потерял дух, для тех, у кого опускаются руки, доглядя на вас, эти руки поднимутся снова, и дух воздымется снова. И, в общем, действительно, вы человек вообще великого духа и великая служба. Дай Бог вам здоровья и дальше на много-много лет. АПЛОДИСМЕНТЫ Когда есть впереди очень крупные люди, духовно, совестью крупной, талантом, то вот такое ощущение, что как будто бы самый главный холм у меня еще впереди. И самая радостная тайна еще впереди. И если бы вот была бы у меня сейчас в руках чарка водки, то я бы так сказал. Да здравствует наша встреча на будущем вашем столетии. Потому что так радостно, что мы вместе. Понимаете, вот две песни, две песни, и мы все вместе. Якутская песня, русская песня. Это не должно упасть ни в одном полете и умереть не должно. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ 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 Здесь не хотелось бы говорить очень грустные слова, но, к сожалению, русская интеллигенция, русская, так сказать, писательская, я бы даже сказал, диаспора, она сейчас находится в каком-то очень странном, взвешенном состоянии. Она, по сути дела, расколота. Вот здесь выступал Валентин Григорьевич Распутин. И я не знаю, если бы ему сейчас вот мы праздновали, отмечали 90-летний юбилей, то вряд ли, так сказать, наше правительство удостоило бы его хотя бы подобающего, так сказать, уважения и внимания. Русская интеллигенция, которая исповедует патриотизм, любовь к своей земле, которая борется за ее будущее сейчас не в чести у наших официальных, так сказать, элитов. Ну, может быть, Распутин получил бы грамоту от Союза писателей, но никак не орден бы. В этом я уверен. Правительство приветствует тех сейчас, кто унижает русский народ, кто, по сути дела, старается, чтобы этот народ исчез с исторической карты мира. И это, в общем-то, так сказать, известно всем, только не всякий отважится об этом говорить. Но дело-то в том, что если русский народ, которого вроде кто-то приговорил к исчезновению, исчезнет, то, пожалуй, исчезнет не только это пространство по имени Россия, но исчезнет масса культур, исчезнет цивилизация, и начнется что-то совершенно новое. Я сейчас, может быть, это не юбилейная тема, но мне бы хотелось сейчас действительно поблагодарить Якутию, ее правительство за то, что оно высоко ценит свою патриотическую национальную интеллигенцию. И это пример для многих народов нашей страны сейчас. вот куда крестьянин ставит избу, он ведь прежде всего думает о ее крепости, ставит краеугольные камни. Чем долговечнее, тем они более годятся на эту свою роль. На эти краеугольные камни он кладет дерево такой же долговечности. Ну, у нас на Руси русская деревня это дуб. И тогда дом держится долго. А если говорить о человеческом общежитии, и чтобы это общежитие было здоровым, в нравственном смысле, то его надо положить на духовный оформл. вот на таких людей, как вы. А те, которым хочется нарушить это неизбежное и необходимое равновесие, стараются прежде всего у народа выбить эту духовную опору. Мы вот свидетелями того, что делается сейчас с нашей культурой. До Пушкина добрались. Потом всё ближе, 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 ближе. Значит, чуть ли, понимаете, не выбросили за борт наших уже классиков, созданных вот в нашем времени. И что же? Уничтожить эту опору значит уничтожить народ. я вслед за Проскурином Петром Лукичем должен я очень радовался, когда вы говорили вот об интеллигенции. Что же она должна делать? Сейчас действительно нельзя молчать? Нашу дружбу не разорвать. Нам понятно, что мы никуда друг от друга не денемся. и поэтому наш Золотой Виде всеславянский форум расширяет рамки до евразийского кинофорума, потому что нас участвовали все годы и казаки, и калмыки. Куда мы денемся? Но пока не было Якутии. И если у вас что-то делается в Якутии на экране кино, теле, видео, мы приглашаем вас на будущий год принять участие в очередном шестом кинофоруме Золотой Виде который стартует 24 мая здесь в Москве отправиться по Волге по крупнейшим городам и мы надеемся, что и Дмитрий Кононович и ваша прекрасная красавица жена будут нашими гостями. Я оставляю эту уникальную книгу это пятая книга о золотом нашем Витязе в руки президента чтобы он подумал о том чтобы помогать и якутскому кинематографу тоже. И закончить мне хочется вот чем. Поразительная аналогия появилась сейчас в уме душе моей пока я был тут. Все мы знаем о том подвижники который одним из первых пришел в Якутию и принес истину Христову. Это был митрополит московский коломенский апостол Америки из Сибири Иннокентий Вениаминов чье 200-летие мы готовимся праздновать в будущем году. И ЮНЕСКО и Россия и Америка и Якутия. Этот человек так любил красивых милых открытых мудрых якутов что выучил язык и говорил на их языке. Это апостол России. Я думаю что имя нашего юбиляра останется как имя апостола и Якутии и России потому что он никогда не прерывал контакты. Я кланяюсь вам за ваш подвиг жизненный за трудности за ту чашу которую вы пьете до сих пор. Я понимаю как вам и радостно и горько видеть то что делается вокруг но эти стены вас любят и мы надеемся что вы еще что-то сотворите для якутского кинематографа части российского. Музыка СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ И вот Валерий Ганичев предоставляет слово писателю Дмитрию Кононовичу Сирьцеву в сторону Амаллана. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Наш первый великий поэт якутского народа, Кулаковский, когда ему было 20 лет, когда он кончал реальное училище, среднее училище, среднее учебное заведение, самые высокие слова говорил в адрес русского гения Пушкина. Он осознавал, и ему Пушкин стал примером. Он воспитывался на прогрессивных идеях русских классиков, русской передовой интеллигенции. И по наследству благовейное отношение к Пушкину и другим корифеям русской литературы, русской культуры, переданной и нам. И я по сей день именно живу и радуюсь именно вот этой благодатной помощи, оказания отцовской духовной помощи нашему народу, оказанной русским народом. И как бы нам не быть благодарным всему этому, Россия – это она самая такая страна и самый такой народ, которых, я думаю, мало на свете может быть вообще. Сейчас модно говорить о цивилизации. А что такое цивилизация? Я думаю, это, по крайней мере, не просто роскошь богатства, материального блага, материального такого роскоши. А я думаю, это цивилизация настоящая, это и есть, значит, нравственность. Нравственность. Прежде всего, уровень высокий нравственность граждан той или иной страны, той или иной нации. В этом смысле, я думаю, цивилизация, русский народ имеет право и был и считался таким носителем истинной человеческой цивилизации, духовной культуры, высшего порядка. Россия сильна народами. Народы многонациональной России сильны Россией. И мы все едины в своем истреблении. И Россия для нас, россиян, якутян, остается, ну, самой такой глубокопочтинной, самой такой своей родной, как бы, ну, матерью. Имейте в виду, есть такой призрак ходит, понимаете ли, в мире, желающий, казалось, людей расчленить Россию как можно, а потом завладеть ее. И при такой ситуации международной, у россиянам надо сплотиться, россиянам с мелочью не считаться, не пересчитывать у кого какая-то мелочь, и сколько там дел, чего-то не хватает, но решить общую, отечественную, ну, большую, великую задачу. И будет вам тогда, скажет, значит, сейтерем, сейтерем, как Пекар, как Некраса пил, да, все эти разумные, добрые и вечные, спасибо вам скажет сердечный русский народ. Желаю вам здоровья. Для писателей России Дмитрий Коныч Сивцев, Сурона Малон, воплощенная мудрость, мудрость истории, культуры наших народов, человек, который подвижнически посвятил себя отечественной литературе, который постарался воплотить память о культуре своего народа в земных реалиях. Когда мы в позапрошлом году были на плену в Якутске, на гостеприимной якутской земле, мы были поражены тому, как этот мудрый подвижник несет в себе способность оживлять и возрождать прошлое. Я хотел бы сказать, что Дмитрий Коныч Сивцев для нас человек необыкновенный в прямом понимании, не только, так скажем, литературным и творческом, но еще по дару душевному своему. Мы видели, как он общается с земляками, как его любят земляки. И должен вам сказать, что точно так же, как земляки относятся, Дмитрий Коныч, так же относятся в России русские писатели. Поэтому для нас дорогой подарок, возможность юбиляра побывать вот сейчас в Москве. Я хотел бы сказать, что у нас уже, наверное, самые лучшие в России отношения между, так скажем, якутскими писателями и писателями центральной России. Москва для нас святыня, еще и потому, что на этой земле покоится прах великого просветителя, поборника гуманизма и духовности Алексея Елисевича Кулаковского, эксекюлях-элексей. То, что волей и судьбы, последнее пристанище эксекюлях, который указывал якутскому народу общероссийскую ориентацию, находится на русской земле, приобретает воистину большой смысл. Может быть, действительно, как пророчил Платон Аюнский, наступает век Кулаковского? А проходившая вечером того же дня встреча в Доме журналистов была очень волнительной, теплой. Одним из первых поздравил Дмитрия Кононовича, хозяин этого заведения, председатель Союза журналистов Российской Федерации Геннадий Петрович Мальцев. Он напомнил, что в этом зале Пушкин читал когда-то Полтаву. Далее Мальцев сказал, что выше звания духовника народа ничего не может быть. В Москве проживают около трех тысяч якутян. Поздравления за поздравлением, цветы, картины и аплодисменты. Хотя встреча длилась почти четыре часа, зал был полон до конца. Было много студенческой молодежи. Для них это было настоящим откровением. Теперь слово юбиляру Дмитрию Кононовичу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 О некоторой моей разносторонности, высказанной уважаемым Кулимином Егоровичем, Это всего-навсего был социальный заказ, потребность общества, потребность якутского народа. Я чувствовал своим сердцем, я был близок к сердцам, к людям, к обществу, к народам. Поэтому я чувствовал, что нужно, какое время этому народу. Поэтому я брался за всё новое, за всё поднимающее настроение, силы и образ народа, мероприятия различные. Продолженность моей жизни позволяла это, и благодаря этому я оказался как бы многосторонним таким работником. Вот такая историческая справочка. 90 лет, конечно, это, да, но довольно продолжительное. Довольно продолжительное, но не очень. Есть много людей и в Якутии, и в России, и во всём мире, в котором исполняется 90 лет, 100 лет, 110, 150, до 200 лет и больше даже. Так что я не один, у нас целая армия и среди вас. И коль скоро вы приветствуете, поздравляете меня 90-летием, так значит, это вам нравится. Так если это вам нравится, давайте, и вы живите до 90, до 100, и 110, и тому дальше лет. Этого желаю вам от всего своего сердца. Есть полуворка. Старость не радость. Ну, видите ли так? Я, да, каким-то образом мы сегодня делаем поправку. Как я ощущаю для меня, старость именно радость. Это я почувствовал на праздновании моего 90-летия именно радость. Радость, значит, ну, старости. Вот такое, оказывается, бывает и, возможно, в нашей стране. Так пролетели три насыщенных ноябрьских дня, вписывая в 850-летнюю историю Москвы еще одну яркую страницу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова